Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. После перерыва, к сожалению, связанного с неожиданными и трагическими событиями в Москве, мы возвращаемся к той теме, которую мы начали. Битва за Атлантику, морская война. Война на море как часть Второй мировой войны, как часть грандиозных сражений на Первом фронте. В том фронте, на котором западные союльники сражались против гитлеровской Германии. Много прошло времени, две недели, поэтому коротко напоминаю уже, о чём мы говорили в первой серии. В первой серии мы говорили о том, что Великобритания – это остров, Соединённые Штаты Америки, которые в этой войне, Второй мировой войне, стали главным тылом, главной производственной площадкой для всей антигитлеровской коалиции, а тем более отделены от Европы огромными пространствами, Атлантического океана. Соответственно, для того, чтобы Америка могла участвовать в этой войне, ещё раз повторяю, главная экономическая сила антигитлеровской коалиции в значительной степени на завершающем этапе, одна из главных военных сил, надо было как-то решить задачу перемещения по воде с одного берега Атлантики на другую. Что же касается Великобритании, то это остров, и для Великобритании прекращение морских перевозок означало то же самое, могло бы означать то же самое, что в реальной истории, без слова «бы», в реальной истории для города Ленинграда стала блокада Ленинграда. Мы уже говорили о том, что возделывая замечательно красивые зелёные английские поля, собирая жёлуди и грибы в английских лесах, можно было прокормить 4 миллиона человек. Так оно и было на протяжении всего Средневековья. Для того, чтобы прокормить 40 миллионов, которые были на момент начала Второй мировой войны, то есть в 10 раз больше, нужна другая экономика, нужны другие технологии. Нужно, во-первых, завоз порядка 85-90% всей еды, да и плюс возделывание на своих полях требовало бензина, керосина, тракторов, комбайнов. Что же касается военных усилий, ну понятно, что воевать без нефти во Вторую мировую войну нельзя, ни капли нефти на тот момент ни в Англии, на британском шельфе не было, поэтому прекращение морских коммуникаций, прерыв морских коммуникаций, морская блокада Великобритании означала ее безоговорочный, бесспорный разгром. Замечательно это дело принимали, конечно же, англичане. К моменту начала войны, смотрим на экран, Англия подошла с огромным, огромным, колоссальным по численности военным флотом, многократно превышающим по численности флоты своих противников, с огромным торговым флотом. В среднем в день в океанах находилось 2,5 тысячи английских торговых транспортных судов, ну не говоря уже про фракт других судов по другими флагами, то есть англичане тоже прекрасно понимали, что их выживание зависит от морских коммуникаций. Соответственно, это сражение, эта битва за Атлантику могла бы привести гитлорскую Германию к успеху. Фактически она бы ликвидировала антигитлорскую коалицию. Не было бы этой коалиции, если бы транспортные морские коммуникации были приводом. А вот об этом мы будем говорить в сегодняшних и следующих сериях. А как вы можете увидеть из этой таблицы, что-то агрессивная Германия подошла к началу войны с каким-то очень скромным флотом. Даже по сравнению с Францией, не говоря уже про Великобританию. Это совершенно ясно, понятно. Дело в том, что по условиям Версарского договора, всей этой группы договоров по окончанию Первой мировой войны, Германия запрещалась создавать военно-морской флот с крупными кораблями. В частности, запрещалось производить и покупать, иметь подводный флот. И создание германской гитлеровской военно-морской флота, собственно, началось так же, как и создание всего прочего, или в Тваффе, возрождение сухопутной армии, только после того, как гитлеровцы пришли к власти и в 1935 году просто проинформировали бывших победителей в Первой мировой войне, что для них все эти соглашения больше не указ. В частности, в 1937 году в Германии был принят план «Зетт». Я не оговорился, вы не ослышались. Он так и назывался – план «Зетт». План создания грандиозного военно-морского флота. План был рассчитан на 10 лет. Ну, в общем, основные силы, основные корабли, основные силы должны были быть введены где-то в 1943-1944 годах. Предполагалось по этому плану построить аж 11 линкоров. 11 линкоров. Не старайтесь запоминать эти цифры, я вам их поясню чуть-чуть позже. 11 линкоров, 2 авианосца, 3 тяжелых и 6 легких крейсеров, 12 эсминцев. Так, сильно не гоняясь за точностью, а для того, чтобы хотя бы понять порядок величин, принимая линкоры, это 40 тысяч водоизмещения, тяжелые крейсеры, допустим, 20 легких, 10 эсминцев, 5 умножаем одно на другое и получаем. Что предполагалось? Понастроить линкоров, то есть огромных, самых мощных кораблей, совокупные водоизмещением, 440 тысяч тонн. Всего остального, крейсера такие-сякие эсминцы и прочее, в 2 раза меньше даже, 182 тонны у меня получилось. И к этому делу еще предполагалось 50 подводных лодок, а это всего-то 35 тысяч. То есть получается 440 линкоров, 182, все остальные надводные корабли и какие-то смешные, жалкие, так, на сдачу. На сдачу 35 тысяч тонн совокупного водоизмещения, примерно понятно, подводные лодки. Разглядывая этот план Z, я погрузился в глубокую задумчивость, вообще говоря, с кем и когда они собирались воевать? Интересный вопрос. С кем и против кого гитлеровская Германия планировала воевать? Создавая флот, в котором главный упор его создания делался на создание мощнейших линкоров, огромных надводных кораблей, кроме всего прочего, вполне себе пригодных и для того, чтобы с моря обстреливать сухопутные цели. А для предполагаемой морской блокады, предполагаемого, если он предполагался как противник, в Великобритании всего-то 50 лодочек. Большой и интересный вопрос. Думаю, мы как-то о нем отдельно поговорим. К чему, собственно говоря, готовился Гитлер, с кем, когда и против кого он собирался воевать? А в любом случае, в любом случае, не было ничего, это сделано. Еще в 1937 году только принят план Z, а война началась 1 сентября 1939 года. Успели они очень немногое. И как писал в своих послевоенных мемуарах, он дожил, командующий германского флота «Рейдер», кавычки открываются. «Наши надводные силы, значительно уступающие флотам Англии и Франции, даже действуя с полным напряжением, могут лишь продемонстрировать свое умение храбро идти навстречу гибели». Поэтому, конечно, он писал задним числом, он был совершенно прав. Огромная необъятная тема вообще войны на море как части Второй мировой войны, совершенно выходит, во-первых, за рамки моих знаний, за рамки нашего разговора. И отсюда и дальше мы практически все, что будем говорить, вот это в рамках сражения битвы за Атлантику, мы будем говорить про подводный флот. Ну, и это достаточно справедливо, учитывая, что именно подводный флот и стал главным инструментом, с помощью которого гитлерская Германия пыталась, пыталась на определенных этапах очень успешно, пыталась решить задачу морской блокады Великобритании, разрыва коммуникации между Великобританией и Соединенными Штатами. Так вот, с какими же количественными отношениями, сейчас будет много цифр, а по-другому как. Ну, все в табличках, все удобно. С какими же подводными флотами основные воюющие державы подошли к сентябрю 1939 года? Смотрим на экран, все перед нами. Я думаю, первое, что вам бросится в глаза, я предполагаю, что вы ожидали увидеть что-то другое. На самом последнем месте, многократно уступая всем, находится величайшая на тот момент экономика мира, величайшая держава Соединенных Штатов. Еще раз напомню, что по масштабам промышленного производства уже в начале 30-х годов Соединенные Штаты сравняли со всем остальным человечеством вместе взятым. Вот эта огромная, богатейшая страна, 21-я подводная лодочка. Германия, которая предстояла вот это все, имела на момент начала войны всего-то 55 подводных лодок. Как мы видим по этой таблице, меньше, чем у кого бы то ни было. Огромный подводный флот был у Италии. Заметьте, весьма и весьма немаленький подводный флот был и у Франции. В этой таблице, как вы, конечно же, заметили, но если мы с вами разговариваем на русском языке, то вы это, конечно, заметили, не хватает еще какой-то страны. Ну, согласитесь. Была же еще одна страна, которая была очень большая, претендовала на значительную роль в мире, но понятно, что это не морская держава, Советский Союз, Российская империя, торговля-континентальная империя. Тем не менее, что-то у них тоже что-то было. Давайте посмотрим и добавим еще одну строчку к этой таблице. Да, да, да. И опять же, я не ошибся и не опечатался. 212. 212. Неизменно миролюбивый Советский Союз, континентальная держава, которая на море вроде бы особенной напрягаться-то незачем, на момент начала войны имела подводных лодок, больше, чем Германия, Великобритания, Франция, вместе взятые. Очень интересно. Нет, то, что подобная ситуация была с танками, с самолетами, ну это понятно. А еще раз, четвертый раз, вторая огромная континентальная держава, там мы воюем с китайцами, извиняюсь, с японцами, тут мы воюем с Турцией, тут мы воюем с Финляндией, тут мы воюем с поляками. Ну, много ездя воевать, везде нужны танки. 212 подводных лодок в Советском Союзе, согласитесь, это интересно. Это интересно. Теперь подкручиваем резкость, подкручиваем резкость и смотрим, а что же это были за лодки, понимаете, ну так же тоже нельзя, но 212, 55, лодка, лодки рознь. Составляет для вас табличку, составляет для вас табличку, количество и водоизмещение. Ну, основной программ, надводное везде, везде в этой таблице, и далее, когда мы говорим про подводные лодки, я для единообразия провожу надводное водоизмещение, чтобы еще было проще сравнивать с надводными кораблями. Смотрим на левую серую, серую вражескую часть. 55 подводных лодок, которые немцы успели с нуля, займиться с нуля, что надо было проекты создать, технологии отработать, верфи построить, все это дело наладить и запустить. 55 лодок, которые имели немцы, эту, ну, почти половина, 24 лодки, это так называемая прибрежная лодка тип 2 водоизмещения. Ну, там они были двух разных типов, один меньше, чем вот этот, другой больше. Я просто среднеарфемистическое вам написал. То есть половина – это вообще лодки, которые так и назывались прибрежный тип, которые вообще едва ли можно было как-то использовать для войны в Атлантике. Еще 21 лодка – это «семерка», та самая «семерка», которая подстоит стать самой массовой немецкой подводной лодкой, главным участником всего этого грандиозного многолетнего сражения. Ну, а лодок с водоизмещением ну, хотя бы 1000 тонн – это «девятка», всего-то было 8 штук. А всего-то было 8 штук. Странная такая картина объясняется очень просто, и она в определенном смысле похожа на то, что было, как-то не странно, с немецкими танковыми войсками. из генемария Гудериана, главного по этому делу в Германии, он написал, что было принято решение слепить хоть что-то. Поэтому они начали оклепать этот самый ПЦ-1, танкетку, легкую танкетку с двигателем 55 лошадей, на силу пулеметиками, едва ли пригодную для какого-то боя, но для того, чтобы сразу же, сразу же, не задерживаясь, немедленно начать формировать танковые соединения, танковые полки, танковые дивизии, готовить экипажи, готовить командный состав, отрабатывать взаимодействие с артиллерией, пехотой. А потом, когда мы это все сделаем, был бы скелет, мясо нарастет. Потом уже перевооружить их на более-менее пригодные для войны танки, но начать сразу, чтобы хотя бы что-то иметь. Та же самая была логика, принятая и здесь. Они наклепали много этих двоек. Как видите, действительно маленькая лодочка, даже по сравнению со всем небольшой семеркой. Использовались они, главным образом, как учебные. Но в первые месяцы, скажем так, первый год войны они использовались как боевые лодки, а потом в основном они все ушли в учебные команды. Но чтобы сразу начать что-то делать. Что-то делать. Главной же лодкой, еще раз повторяю, стала вот эта вот семерка. Весьма-весьма скромных размеров по сравнению с лодками других воюющих держав. Вот перед вами картинка замечательная. Сверху это немецкая семерка, главная по численности. А снизу это американская так называемая ГАТО-класс, класс ГАТО. Самая массовая американская подводная лодка. Можете заметить с разницей в размерах. Ну а снизу для красоты еще в составе картинки подрисовал гигантскую, абсолютно выходящую за всякие рамки возможного, более 5000 тонн водоизмещения в японскую подводную лодку, на которой, вы, конечно, не поверите, базировалось три самолета. Да-да, на подводной лодке три самолета. Вот. Немцы же отвоевали на семерках, которые было сделано 703 штуки за всю войну. Вот она реально сохранившаяся, как музей сейчас она стоит в Киле, эта лодка. Ну, на подводной дизельной лодке не бывает просторно, но семерка была феноменально тесная, феноменально тесная, с ужасающими условиями для жизни экипажа. Кроме всего прочего, отметим, что на 50, ну там было разные типы, но по среднему 50 человек экипажа, два сортира, причем один из них сначала используется как склад, потом по мере опустошения уже по прямому назначению на 50 человек, причем, извините, но эти устройства на глубине меньше 25 метров уже не работали. Как хочешь, так и вот. Вот в этих вот стальных гробах по месяцу проводили немецкие подводники. Советский Союз, кроме того, что еще повторяю, лодок было гораздо больше, несомненно больше, но возвращаемся к нашей таблице и видим, что здесь все-таки немало, ну как считать, ну уж хотя бы 30 лодок водоизмещением тысячи и более, так называемый ленинец, так называемый декабрист и КАМ, самая большая советская лодка, крейсерская, то есть это действительно полноценные океанские корабли, в отличие от того, с чем пытались воевать немцы. Разумеется, битва за Атлантику не велась с немецкой страной силами 55 лодок, с огромным опозданием, ну к несчастью для них, счастью для всего остального человечества, они поздно поняли, что если у них и есть какой-то шанс, да, Денец, главнокомандующий подводного флота Германского, так и писал, опять же, в послевоенных своих меморий, что только подводная лодка могла бы выиграть эту войну. Они поняли и произвели, конечно же, бросили туда огромный ресурс, о чем мы говорили в предыдущей первой серии, в конкретных цифрах это вот так. Значит, на мой взгляд, интересная таблица. Первый столбец, то количество подводных лодок, с которым основные державы вступили в войну, совокупные, сколько у них всего было за время войны, включая те, которые были на момент сентября, сколько всего они построили в течение войны имели. В третий столбец, сколько из них приняло участие в боевых действиях. Цифра везде меньше, применительно к Советскому Союзу очень сильно меньше, это вас не должно удивлять, потому что лодку не делают, ее строят. Вот так это принято в русском языке, это совершенно правильно принято, это длительный процесс. Даже немцы, которые уже второй половине войны делали их с невероятной, феноменальной, небывалой скоростью, и они затрачивали на строительство одной лодки где-то 7-8-9 месяцев, поэтому что-то, понимаете, что-то находится на стапеле, что-то уже готово, но не принято, что-то готово, принято заказчикам, но еще не передано флоту, что-то передано флоту, но там еще не нет, экипажа, что-то передано, экипаж есть, но экипажу еще надо, а немцы не спешили несколько месяцев для того, чтобы освоить с этим кораблем, провести учебные стрельбы, учебные походы и так далее, поэтому количество лодок, участвующих в действии, как видите, везде существенно меньше. Ну, как и следовало ожидать, как и следовало ожидать, конечно же, больше всех это Германия, ибо для них это был стратегически важный, подводный фронт был стратегически важным, в какие-то моменты войны, глядя из сегодняшнего дня, единственным, на котором они могли победить и преломить ход всей мировой войны. Если исключить из рассмотрения первую строчку, германскую, то мы видим, что советский подводный флот на протяжении всей войны был вполне себе, вполне себе, ну, несколько меньше, чем Великобритания, практически сопоставим с американским подводным флотом, то есть количественные показатели были вполне себе, вполне себе сопоставимые. Хотя, конечно же, да, в разы меньше, чем у немцев. Теперь осталось посмотреть на то, какой же был результат. Результаты действий германского подводного флота, еще раз повторяю, что из этих там 960 лодок, 703, это были семерки. Маленькие, ну, даже по меркам той войны, маленькие лодки, едва ли заслужившие название океанское, хотя в Ивале не именно что в океане. 703 было сделано семерки за все время и 194 девятки. Такими силами немцы потопили 2882 торговых судна, в среднем одна лодка потопила три, совокупным тонножом 14,4 миллиона регистровых тонн. Поделив миллионы на количество потопленных судов, мы видим, что получается удивительно ровная цифра пять. Пять тысяч регистровых тонн. То есть это действительно корабли, это большие, океанские, не скажу, что там огромные, но это большие, полноценные океанские корабли. Пять тысяч регистровых тонн. Их таких было потоплено 2882, в среднем три на одну лодку. Точнее, все, они еще воевали с боевыми кораблями, и кроме того, немцы, немецкие подводные лодки, еще потопили 175 боевых кораблей, включая крейсера, линкоры и авианосцы. Еще раз напоминаю, 14,4 миллиона регистровых тонн у Советского Союза в середине прошлого века было порядка четырех, вообще весь торговый флот Советского Союза. Но чтобы был понятен масштаб, 2882 океанских судна по сей день, по сей день, со всем этим драгоценным имуществом там на дне морского и лежат. И лежат. Цифры эти, ну, они в принципе не могут поместиться в человеческую голову, вообще, что это такое, 14,4 миллиона регистровых тонн, без малого 3000 потопленных океанских судов, поэтому, соответственно, всегда надо что-то с чем-то сравнить. Я думаю, что поскольку говорим мы с вами на румском языке, соответственно, наверное, все, поменявшиеся служат или родились в Советском Союзе, или родители ваши родились в Советском Союзе, да понятно, понятно, с кем мы что будем сравнивать. Сравнивать мы будем с Советским военно-морским флотом. А мы уже видели, что 170 советских флотов все-таки принял участие в войне, это примерно в 4,5 раза меньше, чем у немцев. Какой же результат? Недолго не рассасываем, а 250. Советский подводный флот потопил в 70 раз меньше. Теперь еще раз подкрутим резкость и посмотрим, как это происходило по морям и по флотам. Был Советский Черноморский флот. Советский Черноморский флот на момент начала войны имел 44 подводные лодки. Табличка перед вами. Да, по большей части здесь мы видим небольшие корабли, малютка, совсем уже маленькая малюточка, 180 тонн, и щука, которая, ну щука все-таки поменьше, ну немецкая семерка где-то была в бесконечном количестве модификаций, ну примерно 700-750, здесь примерно 600. Своих четыре подводные лодки. Что же они сделали и чего же они добились? И чего же они добились? Ну если смотреть на старые советские книжки, то они притопили все. А если смотреть на нормальные книжки, а такие появились в конце 90-х, начале нулевых годов, кстати, сейчас я читаю эти книжки и просто сам себе не верю, то ли я сплю, то ли надо себя пощипать за ухо. Вот неужели такое было возможно? В этой самой России, в которой сейчас людям дают 7 лет за то, что специальная военная операция называется словом война, оказывается, книжки даже выходили. Так вот, по нормальным книжкам получается, что 44 подводные лодки Черноморского флота за всю войну потопили 45 судов вражеских совокупным водоизмещением 57 тысяч регистровых тонн. Ну, в масштабе немецкого флота вообще просто этого не видно, но мы-то с вами дальше-дальше подкрутим, резкость посмотрим, что же это за такие корабли. Дальше выясняется, что кораблей водоизмещением, не водоизмещением, регистровываем ножом, хотя бы 500 тонн. еще раз напоминаю, средне потопленная немцами океанский транспорт был 5000 тонн в среднем. Я убираю один нолик, я уж соглашаюсь считать хоть чем-то похожим на транспорт то, что имеет хотя бы 500, не 5000, а 500 регистровых тонн. Так вот, таких кораблей было потоплено всего 16, 16 кораблей. А все остальное, это, соответственно, сколько там получается, 29, ошламляющий перечень, парусно-моторная шхуна, шалан, да-да-да-да, шалан-да-ангара, какой-то мотобот, какой-то рыбацкий корабль, какие-то портовые буксиры, то есть, всякая мелочь, всякого рода плавающая мелочь, которая, конечно же, стоила дешевле, конечно, дешевле, чем одна из расходов на нее торпеда. Да, кстати, по торпедам я очень сильно упустил в первой серии, хоть сейчас и справлюсь. Как-то я, ну, сказал, что торпеда это дорого, но надо было все-таки пояснить, что значит торпеда дорого. У немцев были торпеды двух типов, одна стоила 25 тысяч Рейхсмарк, ну, понятно, ориентировочно в среднем 25 тысяч, это, так сказать, электрическая торпеда, а парогазовая была существенно дороже, под 40 тысяч Рейхсмарк. Что это значит? Мистер Шмидт с мотором, истребитель Мистер Шмидт с мотором стоил, ну, примерно 80-90, по разной модификации. То есть, даже если считать очень аккуратно по относительно дешевым электротропедам, три торпеды, ну, четыре торпеды, это Мистер Шмидт. Поэтому я совершенно не шучу и не преувеличиваю, когда я говорю, что израсходовать торпеду, запустив ее по шаланде Ангарам, это да. Хотя, конечно же, не думайте, что расходовалась одна торпеда на одну шаланду, это очень зря так думаете. Еще раз подкрутим резкость и посмотрим на, уж прямо совсем, прямо сблизи посмотрим на боевые действия черноморских подлодок. Очень печально известная Ща-213, ну, та самая Щука, одна из самых массовых советских подлодок. Ну, немножко еще, повторяю, немножко меньше, чем немецкая массовая семерка. Капитан, капитан Дмитрий Денишко, всего она сделала за время войны шесть походов, предположительно, и потом с последнего не вернулась, вероятно, ее нашли уже в этом веке, около Констанции, 10 км от берега, лежит на дне, вероятно, взорвалась на румынской мине. Так вот, три похода было выполнено в 1941 году, абсолютно безрезультатно, а пятый и шестой безрезультатно, четвертый поход был результативный. Начался 20 февраля 1942 года, лодка вышла из Туапсе, и вечером 23 февраля, День Советской Армии, кстати, встретила турецкую парусно-моторную шхуну Чанкай, или Чанкая, не знаю, как называется это дело правильно, парусно-моторную шхуну тоннажом 164 регистровых тонн, то есть кораблик. Кораблик, парусно-моторный кораблик. При нему израсходовали торпеду, не попали, затем начали стрелять там две пушки 45-миллиметровые на щуке, отстреляли 55 снарядов, утопили, и все-таки утопили. Все, шхуны с двумя парусами, с двумя марчатами нет. Утром следующего дня, 24 февраля, в 10, все это известно очень хорошо, в 10 утра по московскому времени, недалеко от Босфора, они обнаружили то, что в отчете командира было названо крупный транспорт водоизмещением ориентировочно 7 тысяч регистровых тонн, шедший со стороны пролива, Босфор, без сопровождения со скоростью около трех узлов. Через 15 минут, то есть у капитана было 15 минут для того, чтобы сблизиться осмотреть это судно, это транспорт, крупное водоизмещение в 7 тысяч, в 10-15 с дистанции шедско-бельтовых, это 1100 метров, чуть больше километра, был выпущен торпеда, и судно было утоплено. Это был пароход, деревянный пароход, ему уже на тот момент было почти что 100 лет, румынский пароход, на каковом пароходе, на каковом пароходе, еврейские беженцы из Румынии, 768 человек было на борту, струма, он назывался струма, пытались, но там отдельная история, можно погуглить, узнать, их не пропустили, не пустили, попасть в Палестину, все сломалось на этом, разваливающихся пароходе, никаких трех узлов даже не было, не бывает транспортов, которые движутся с такой скоростью, а там не было никакой скорости, у него уже ничего не работало, турецкие програничники его вытащили буксиром, просто оттащили в Черное море и кинули там делать что хотите, а вот его-то он и утопил, его-то он и утопил, выжил только один человек, единственный человек из экипажа и пассажиров, вероятно, что там, что там, несмотря на доклад про транспорт 7000 штон, что-то стало советским властям понятно, ибо через два дня 26 февраля газета «Правда» опубликовала заметку «Новый акт гитлеровского зверства». Точка. Гитлеровцами торпедирован пароход с 750 беженцами. Конец цитаты. Для любителей мистики могу сообщить, что ровно через месяц, 24 марта, Дмитрий Денежко вместе с другими командирами-офицерами находился в ТОПСЕ, в кают-компании плавбазы 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота, и прямо туда, в кают-компанию, прилетела немецкая 250-килограммовая авиабомба. Вот такие вот боевые результаты деятельности Черноморского флота. Еще раз напоминаю, 44 лодки, 57 тысяч регистровых тонн потоплены. Что у нас на Балтике? Ну, на Балтике у нас успехи. Подводные лодки краснознаменного БАТ-флота потопили аж 124 тысячи. 124 тысячи это ножа. Еще раз напоминаю, немцы потопили 14,5 миллионов. А 124 тысячи это ножа, то есть получается в два, даже чуть больше, чем в два раза больше, чем Черноморский флот. Но не спешите с выводами. Не спешите с выводами. Да, действительно, там немножко лодок-то было поболее. Их все-таки было аж 57. Но к этой цифре, к этой цифре потопленного 124 тысячи тонн ножа надо подойти внимательно. Потому что война длилась долго. В первый год войны, 41-й год, все подводные лодки всего краснознаменного БАТ-флота все вместе, потопили одну немецкую подлодку, причем двойку, самую маленькую и два транспорта. И два транспорта, и того, получается, 6 тысяч брут. Регистровых тонн. Следующий, 42-й год, 37 тысяч тонн. Весь 43-й год, ноль. и первые 10 месяцев 44-го года, ноль. Откуда набралось 124 тысячи? Очень просто. Очень просто, откуда они набрались, и мы об этом с вами говорили. Как ни странно, мы это говорили в нашем большом сериале, посвященном войне в воздухе. Последние месяцы войны, то есть конец 44-го и начало 45-го года, когда уже Красная Армия наступала уже восточной Пруссии, и немцы провели грандиозную операцию по названию операции Ганнибал, эвакуация гражданского населения из восточной Пруссии и помирание. Морьем вывезли 2 миллиона человек, 2 миллиона человек, и тогда по воде плыло все, шло все, извиняюсь, все, что только способно, начиная от огромных океанских круизных лайнеров, кончая мотоботами, мотоботами и шхунами, так что было что топить, к тому моменту уже мы об этом говорили, бензин в Германии закончился, нефть закончилась, остатки флота и остатки авиации по большей части бездействовали, просто нечем было заправлять, и вот в этой вот ситуации, в этой ситуации удалось набрать 84 тысячи регистровых тонн, из них половина, 40 тонн, 40 тысяч регистрирования, регистровых тонн, это вот эти два корабля, Гуру Гуслов, Вильгельм Гуслов, огромный океанский лайнер, который потопили вместе, вместе там было 10 тысяч человек, и вот этот вот генерал фон Штойбен, это было, госпитал, но сначала изначально океанский круизный лайнер, потом он использовался как госпитальное судно, и тот, другой потопил Маринеско, капитан советской подводной лодки, вот там сразу бомбс и 40 тысяч водоизмещения, ИТОГО, ИТОГО, два флота, Черноморский и Балтийский, Черноморский и Балтийский, имеющих на начало войны 100 подводных лодок, и между прочим некоторое количество все-таки еще было введено в строй и дальше, потопили 180 тысяч предисторных тонн совокупного тоннажа вражеских транспортов. Теперь посмотрим, что такое 180 тысяч тонн, в масштабе немецкого подводного флота. Вот они перед вами, четыре немецких самых результативных, самых удачливых командиров немецких подводных лодок. Все понятно, да? Чтобы было лучше видно, я подрисовал цифры. Любой из них утопил больше, чем два советских флота, Черноморский и Краснономерный Балтийский вместе взятые. Любой из них. Самый результативный, Кричмир-1 потопил 273 тысячи тонн совокупного тоннажа, 46 кораблей. Если вы поделитесь одно на другое, то вы увидите, что, да, действительно, были потопы, борьба велась с большими океанскими кораблями, плюс-минус по 5, больше 5 тысяч тонн водоизмещения. Примерно то же самое у остальных. Но это самое результативное. Понятно, что это никогда, это нельзя сравнивать, это никогда не бывает средним. Всегда есть какие-то выдающиеся люди. Но их таких было не 4, их было гораздо больше. Капитанов подводных лодок, немецкие, которые потопили 100 и более тонн тоннажа, набралось у немцев 34. эти 34 наиболее успешных командиров потопили 873 судна, то есть в среднем одна лодка топила 26 океанских кораблей средним водоизмещением 5,5 тысяч тонн, а все они вместе, эти 34 командира потопили 4,8 миллиона, то есть одна треть от всех успехов германского подводного флота, так оно всегда и бывает, в воздухе то же самое, половина всех самолетов было сбито 5% летчиков истребителей, но это мы посчитали и посмотрели на людей, на командиров, а у одной лодки может быть несколько командиров, это не всегда совпадает, в общем и целом считается, что на подводном флоте или все вернулись, или все погибли, но бывает по-всякому, заболел, списали, или наоборот пошел на повышение, там его с лодки сняли, отправили в какой-то более высшедающий штаб и так далее, так что лодки командир это не одно и то же, посмотрим на лодки, здесь уже нам просто хочется ухватиться руками за стул, одна единственная немецкая лодка, причем заметься семерка, семерка, средняя семерка, утопила за время войны 301 тысячу тонн совокупного тоннажа, то есть существенно больше, чем весь советский подводный флот 170 лодок, ну и дальше все остальное, все остальное хорошо видно перед вами, а если же вы посмотрите на самый крайне правый столбец и в этой табличке, и в предыдущем, то мы увидим много интересного, они потому так много потопили, ну кроме всего прочего еще, потому что они просто очень много плавали, они просто очень много плавали, они безостановочно находились в море, некоторые немецкие подводные лодки в море провели совокупно где-то по 360 дней, были феноменальные случаи, когда одна лодка находилась в походе более 200 дней, ну как так может быть, да так быть не может, а кончатая солярка, но ее дозаправляли в море, были сделаны специально лодка-заправщик и с дозаправкой соляркой, как бы сказать, дозаправкой торпедами, по 6 месяцев вот в этой бочке они проводили в море, поэтому и такие результаты. что же касается результатов советского подводного флота, мое мнение, я думаю, вам прекрасно понятно, по крайней мере тем из вас, кто читал мои книжки, почему такая феноменально низкая эффективность результативно советского подводного флота в кратчайшем изложении, потому что подводная лодка находится на вершине пирамиды скрытого дезертирства. Нигде, нигде больше, даже в авиации нет таких возможностей для скрытого дезертирства, как на подводном флоте. Пойди пойми, где он был. Я понимаю, что это совершенно гнусно, совершенно гнусная клевета, поэтому завершаем некоторые отступления в сторону. с другой стороны, а без этого мне кажется, было бы сложно понять то, что происходило в Атлантике. Все признается в сравнении. Еще один эпизод, один из самых ярких эпизодов в истории бюджетисты советского подводного флота. Опять же, возвращаемся в теплое Черное море и в этот самый злосчастный или прекрасный полуостров Крым. Значит, Крым был оккупирован немцами, ну и румынами. Румынская была там администрация. Потом, когда уже 44-й год, победоносное наступление Красной Армии на всех фронтах, немцы принимают решение эвакуировать Крым, вывезти оттуда и своих и румынских, заметьте, своих и румынских, совместными усилиями румынского, главным образом, конечно, румынского флота плюс немецкая авиация, плюс там некоторое количество там тех малых немецких судов, которые можно было затащить по железным дорогам, была проведена эвакуация. Она продолжалась 12 апреля 44-го, естественно, по 9 мая 44-го года. По совместными усилиями, прежде всего, конечно, румынского флота, было выведено 121 тысяча человек, включая 90 тысяч военнослужащих и 15,5 тысяч раненых. По становой течении обстоятельств, ровно столько раненых, 15 тысяч, было брошено в Севастополе в 42-м году, когда оттуда убежало командование Черноморского флота и командование Севастопольской базы. Так вот, значит, они это дело вывезли. Для того, чтобы это дело вывезти, эвакуировать, в составе 233 морских конвоев прошло 1293 рейса. Но это не один корабль, один корабль мог сделать много-много рейсов. Там всего-то плавание от Крыма до, главным образом, в Констанцию. Главным образом, в Румынскую Констанцию. То есть, Черное море просто кипело, кишело целями, просто кишело целями 1293 рейса вражеских кораблей. Что же сделали подводные лодки Черноморского флота? 9 апреля 44-го года бригадия подводных лодок, командующий флотом, поставил задачу всех топить. Полетела разведственная авиация, которая передала в эфир 425 радиограмм с информацией об обнаруженных целях. Подводные лодки советские приняли 125 радиограмм, в результате чего предприняли 33 попытки выйти на контакт с целями. 33 попытки выхода на контакт с целями привели к 26-ти торпедным атакам. В ходе 26-ти торпедных атак было израсходовано 61 торпеда. Еще раз напоминаю, 3 торпеды, 4 торпеды, это один Мессершмитт по деньгам. Израсходов 61 торпеда и серьезно поврежден танкер Фредерикер. Пошущий танкер. 7327 ясновых тонн. Все. Не, я не шучу. Я не шучу. 33 попытки, 26 торпедных атак, 61 израсходов торпеда, серьезно поврежден танкер. Уже после войны его восстановили, если я не путаю, Советский Союз его себе забрал. Вернемся. Однако же главная тема, наша главная тема это морское сражение в Атлантике, битвы за Атлантику и действия немецких подводных лодок. сегодня мы уже достаточно долго работаем, как это говорят лекторы, поэтому я не буду вас перегружать, но основные количественные параметры мы озвучим сейчас, чтобы было понятно, о чем нам говорить и в чем те вопросы, на некоторой степени те парадоксы, на которые предстоит понять. смотрим на экран, что это такое? Среднее, среднемесячное количество немецких подводных лодок, находившихся в море, то есть на момент начала войны у немцев было в море 40 подводных лодок, дальше оно падало где-то до 20 или даже меньше, чем вообще просто единица, потом становилось больше и так далее, и так далее. На пике их возможностей в начале 43-го года у Дениса в море, в море не вообще, а в море одновременно, в море одновременно находилось до 160 подводных лодок. То есть мы видим некоторое постоянство в начале, первые два года войны, 39-40-й, в 41-м начинается стремительный рост, все понятно, начинается грандиозная судостроительная программа, количество лодок в море становится все больше, больше и больше, потом их что-то становится все меньше и меньше и меньше, при том, что мы уже с вами много раз слышали про авиацию, про танки, да и здесь можем предположить, что, наверное, объемы производства не сократили, скорее наоборот, а что-то лодок в море становится меньше. Следующая табличка, в конце концов, количество количества, ножи интересуют результаты, на той же самом графике наложены потери, потери ножа, потери ножа зеленым, потери транспорта, судов союзников англо-американских. Что мы видим? Мы видим, что вся эта история, вообще вся эта история сражения за Атлантику, она как-то явно распадается на три больших эпизода, три больших периода. есть начало, скажем так, до конца 1941 года, когда при достаточно малом, проще сказать, мизерном количестве немецких подводных лодок в море, потери англо-американского флота огромные и стабильно огромные. Дальше, 42-й год, конец 41-го, 42-го, начало 43-го, лодок немецких в море становится все больше, больше и больше и потери, и потери ножа союзного флота тоже примерно так же растут, более-менее в той же пропорции, потом что-то происходит, потом что-то происходит и потери ножа резко падают, при том, что лодок в море еще очень даже много, но в любом случае многократно больше, чем было в 49-м, в 49-м, в 41-м годах, а что-то потери ножа упали. Следующая картинка, на мой взгляд, еще более красноречива. Красная линия, красная линия, это потери немецких подводных лодок, зеленая линия, это потери ножа, кораблей транспортных кораблей союзников. Тут уже вообще все понятно, все понятно. Где-то в начале 43-го года что-то произошло что-то произошло, потери союзников стремительно обвально сокращаются, а потери немецких лодок растут и растут и становятся просто огромными. То есть вообще эта картина говорит о том, что конец войны это просто истребление немецкого подводного флота совершенно мизерными успехами для него. И да, действительно так оно и есть. Вот здесь уже все становится очень просто. Это ежемесячные потери немецких подводных лодок, боевые потери. То есть если в начале первые два года войны ежемесячные потери исчисляются однозначным числом, где-то 4, где-то 5, может быть где-то 7 лодок в месяц, а потом это уже становятся десятки, а в 1944 году там уже вообще по 40, по 50 потерянных лодок в месяц. То есть немецкий подводный флот начал войну с огромными успехами при мизерных потерях и завершил это великое сражение действительно великое сражение без кавычек великое сражение в Атлантике полным разгромом и истремлением. Строго говоря, подводная лодка из охотника превратилась в дичь. Вот о чем говорят эти очень убедительные графики. А как же это все происходило не на графиках, а в жизни мы и будем говорить в следующих сериях нашего разговора. На сегодня спасибо за внимание. Продолжение следует...